Пандемия внесла большие коррективы во все наши планы. Дети сейчас сидят на дистанционном обучении, приходится для того, чтобы оставаться активными, позитивными, здоровыми, прерываться на спорт. И сегодня мы идем к позитивному и красивому творческому инструктору Светлане, чтобы она показала нам спортивные упражнения, которые помогут держать себя в тонусе и оставаться здоровыми. Ну что, пойдемте? Зима, холод, авитаминоз. В связи с чем плохое настроение и ослаблен иммунитет? Что же в данной ситуации будет выходом из положения? Как сохранить солнце внутри себя? Я считаю, что спорт – это наилучшее средство для укрепления здоровья. Делайте какие-то легкие зарядки, разминки, дышите, потому что сейчас много болезней связано именно с легкими. И вот как раз физические нагрузки – это, наверное, самая лучшая профилактика для отдыхания, для работы легких. Согласитесь, немногие мамы и папы понимают важные зарядки для ребенка. И специально встают по утрам на полчаса раньше, чтобы успеть вместе с детьми взбодриться и подготовить организм к учебному рабочему дню. Но зарядка важна не только в начале дня. Важно переключаться с интеллектуальной деятельности на физическую регулярно. Самый простой комплекс упражнений, на который ходит не более 15 минут, но который задействует все группы мышц – ходьба на месте, вращение головой и плечами, наклоны в стороны, приседания и отжимания, прогиб в спине и растяжка на полу. Все это можно выполнять прямо дома. Нагрузку, конечно, можно постепенно увеличивать, то есть просто смотреть, как вы дышите, как вы вообще себя чувствуете, нет ли у вас головокружения. То есть постепенно несколько повторов сделали, посмотрели, отдохнули, то есть, может быть, поприседали, например, или просто пошагали, посмотрели, насколько пульс у вас участился. Но в любом случае, что он участится, просто смотреть, комфортно ли вам. Если вдруг вы себя плохо почувствовали, значит, пока посидите, отдохните чуть больше, да, там 30 секунд или одну минутку сделали перерыв, попробовали, еще сделали. То есть, все, конечно, постепенно. Как известно, привычка прививается за 15-30 дней регулярно повторяющихся действий, поэтому без настроя никуда. Присоединяйтесь к своим детям по возможности, показывайте им разные упражнения, чтобы не было монотонности и, конечно, не забывайте хвалить свое чадо, всячески поощряя любую его физическую деятельность. Я желаю здоровья всем абаканцам, чтобы они были здоровыми и чтобы они занимались спортом. Пожелаю всем здоровья. Я желаю всем здоровья и радости. И я тоже радости. Чтобы не было никаких проблем с здоровьем, чтобы мышцы были крепкими, ну и чтобы не болеть. Ну и здесь можно расслабиться. Загибаем ножки в коленях. Ну как вам? Понравилось? Екатерина Шахаева, Владимир Чебодаев. Новости.